Здравствуйте! Предлагаю кратко рассказать о характеристиках данного ЦАП-усилителя, каких-то визуальных вещах и сразу же перейти к звучанию и сравнению с конкурентами. Итак, Meizu Hi-Fi DAC Pro это ЦАП-усилитель для смартфона, который подключается в разъем Type-C, через который он принимает цифровой сигнал, преобразует его в аналоговый, усиливает и подает на наушники через разъем 3,5 мм. При этом используется ЦАП-4331 и операционный усилитель OP1622. При этом визуально он практически не отличается от своего предшественника, и единственное различие это оплетка самого кабеля, то есть которая стала как такая тканевая. При этом по жору аккумулятора вашего смартфона практически ничего не изменилось, он относится очень бережно и при этом особо не нагревается. Вот все, теперь звук. По своему характеру звучание это логическое продолжение предыдущей модели, то есть это такое же нейтральное звучание, но при этом за счет того, что теперь появился усилитель, появилось больше мощности, которую также правильно реализовали. И при этом в основном мы слушали данный ЦАП-усилитель с наушниками iBus IT-03, Fio FH5, Sandy M1221 и TFZ Series 2. И при этом по большей части слушали его именно с наушниками от iBus, потому что связка получилась на удивление интересной. То есть, если взять какой-нибудь трек, который хорошо изначально записан, который богат инструментами, но при этом инструменты сведены грамотно, их нет слишком много там в какие-то, в один и тот же промежуток времени, как Blues Company в My Little Angels. Вот, вот как такой хороший пример. При этом, когда слушаешь этот трек с Meizu Hi-Fi DAG Pro и iBus IT-03, невозможно понять при слепом прослушивании, вот допустим при слепом, что это будет. Это будет свисток, это будет какой-то плеер там за 500-700 долларов, потому что он звучит классно. Во-первых, когда ты слышишь нейтральное звучание, то есть, без приукрасов, без чего-то такого добавочного, то уже сложно подумать, что это какой-то маленький цапоусилитель. То есть, цапоусилители не яркие, они практически все где-то будут что-то доприукрашивать. И при этом он действительно может в аналитику, конкретно может. То есть, во-первых, по детальности упрощения особого не ощущается. Во-вторых, по краям частотного диапазона все равно он старается проработать в нормальные низкие частоты, то есть, тут же в бас полноценно отработать и умеет работать в глубину сцены. То есть, не только там в ширину, просто вот понять какие-то вещи, но и в глубину. Это на самом деле очень и очень удивительно. Но при этом, если мы берем какой-то трек уже более сложный, то есть, там какой-нибудь, ну, в общем, что-то из металла, то уже начинают проявляться какие-то недостатки в простенькой обвязке. То есть, да, уже вот эта вот сверхдетальность, сверханалитичность она теряется, и вот как-то звук становится проще. Но при этом все равно это звучит классно. И если бы мне бы там поставили какой-то ультиматум или просто вот на спор ходить с вот этим цапо-усилителем на протяжении двух месяцев, ну, я бы, наверное, как-то особо ничего бы и не потерял, с учетом тех жанров музыки, которые мне нравятся, которые я слушаю на постоянной основе. Ну, и с учетом того, что будут использоваться нормальные наушники. И при этом в таком режиме, то есть, хорошие наушники и Meizu Hi-Fi DAC, всякие там iBus, DC-01, 0.2, всякие X-Duo, они просто не котируются. Вот вообще, потому что они звучат намного-намного проще. И вот все было так классно, все было шикарно, и я уже вот готов был к тому, что это будет вот топ-устройство, которое я просто могу посоветовать. Сказать вам вот, ну, ребята там, или не ребята, мужики, мужчины там, не знаю, покупайте. Вот это, наконец-то, топчик. Но нужно было послушать все-таки и с какими-то более простыми наушниками, как те же там TFZ Series 2, которые все равно классные. Это хорошие наушники, на самом деле хорошие, но они попроще. И настолько же в аналитику работать, как те же iBus AT-03, либо же Fio FH5, они не могут. И, ну, это была боль. Боль, потому что, ну, ожидал услышать вот то же самое, но с Series 2 там, естественно, с какими-то легкими упрощениями. Но тут уже раскрываются все плюсы того же iBus AT-02. То есть он конкретно яркий. Он добавляет низкие частоты, добавляет высокие частоты, добавляет какой-то массивности еще низким частотам. И когда наушники не умеют работать в аналитику, за счет того, что баса дается больше, он воспринимается как-то более так интересно, более богатый. То есть высокие частоты прям вот выпираются куда-то, и кажется, что деталей-то больше, то есть, ну, их больше количественно, поэтому, естественно, и ощущается большая детальность. А Meizu Hi-Fi DAC Pro уже не может этого дать. То есть он дает все так же нейтральный звук. И да, вроде как он нормальный, но он может в некоторых моментах прям показаться скучным. То есть особенно, когда перетакаешь вот прям напрямую один и тот же трек, одни и те же наушники в ушах, и просто одно устройство и второе устройство подключаешь. Что, да, на бюджетных наушниках уже такого вау-эффекта нет. И, естественно, DC в 0.2 какой-нибудь, либо же их с Dual Link могут действительно звучать лучше. Поэтому, все равно, лично для меня, вот конкретно для меня, Meizu Hi-Fi DAC Pro это радость. Как это будет для вас, я не знаю. Вы можете прийти к нам в магазин, послушать данные модели, и уже к чему-то, к чему-то прийти. То есть как оно все сыграется с вашими наушниками, понравится ли оно лично вам. Но я, по крайней мере, рад, что что-то вот интересное из бюджетного, нейтральное появилось, и причем еще и грамотно приготовленное. То есть, ну, они действительно смогли вот в эту вот маленькую фиговинку, что это, по аудиофизическим меркам, что это, это просто какой-то вот, ну, свисток. Но его умудрили сделать реально звучащим. Поэтому, естественно, есть еще над чем работать, есть что дорабатывать, ну и требовательность уже понятная. И единственное, что хотелось сказать, Sandy 1221 это шикарнейшие, прям крутые уши. Для меня они вот-вот просто в сердечке. Но при этом у них есть огромный минус, так как они безумно привередливы. То есть, они требуют хорошего источника, и они очень требовательны к качеству самой записи. При этом, на удивление, с Meizu Hi-Fi DAC Pro они сыгрались хорошо. То есть, ну, можно было слушать, и при этом было осознание того, что вот, да, да, они звучат вот приблизительно так, как и должны. Вот, на этом закругляемся. Надеюсь, что смог помочь вам данным видео. И на этом все. Пишите ваши вопросы в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки. И до скорых встреч. Продолжение следует...